Мы более шести лет занимаемся мозг-хирургией, с Игорем Вячеславовичем занимались подготовкой рекомендаций, поэтому представлю вам наиболее интересные случаи, которые в нашей практике за эти годы были. С вашего позволения я отключу сейчас видео, у меня не очень хорошая скорость интернета, для того, чтобы вы могли лучше рассмотреть те клинические случаи, которые будут вам представлены. Ну, все мы в своей практике встречаем таких пациентов, конечно, это нарушает их качество жизни, и, как вы видите из клинической картины, это не первичные пациенты, это те пациенты, которые получали те или иные виды лечения, и это уже не первое их обращение. Но все начинается с малого, и вот с малого давайте посмотрим, что происходит у нас в самом начале. На вот этой схеме наглядно продемонстрирована наиболее частая локализация, наиболее часто встречающихся опухолей в области кожи лица. Слева базальная клеточная карцинома, справа плоскоклеточная карцинома. В общем-то, как вы видите, различие в частоте встречаемости не очень большое. Если говорить об гистологической классификации, то в соответствии с последней гистологической классификацией семейной организации здравоохранения, мы с вами различаем кераметки, кустарные эпидермальные опухоли, и в группу плоскоклеточной карциномы включена, собственно, плоскоклеточная карцинома, включена была кератаакантома, который ранее не входил в эту группу. Различные варианты плоскоклеточной карциномы, такие как акантолитическая, веретиноклеточная, верикозная, аденосквамозная, светлоклеточная, другие формы, а также плоскоклеточная карцинома инситку, которую мы привыкли называть болезнью БВНа. Но вот Григорий Владимирович рассказал о разных подходах, разных вариантах лечения. Чем отличается обычная хирургия от микрографической хирургии? При, казалось бы, широком отступе, когда мы отступаем от видимых границ больше, вероятность того, что мы удалим опухоль выше, но, тем не менее, статистика показывает, что при традиционной хирургии рецидивы наступают в 10-15%, а при микрографической хирургии, по данной мировой литературы, эти рецидивы при первичной опухоли составляют менее 1%, хотя, казалось бы, границы и отступ от них меньше. За счет чего это достигается? Но при традиционной хирургической эксцезии, когда эллипсовидно иссякается образец, в последующем осуществляется приготовление препарата по методике Брэд-Лоуф, то есть удаленный образец, вертикально нацекается, и морфолог уже оценивает срезы. Так вот, при такой технологии оценивается всего лишь 1% поверхности удаленной ткани. И даже если посмотреть на эти срезы и сказать, что в срезах опухоль находится в центре, а по краю нет, то между этими срезами есть опасность, что мы можем иметь вырост опухолевых клеток, которые не попали в наше поле зрения, что, собственно говоря, и обуславливает в последующем рецидив или метастаз заболевания. Ну вот такой вот схематический рисунок совсем недавно был опубликован в Американской академии дерматологии, где наглядно продемонстрировано, что осуществляется эксцезия, осуществляется просмотр во время операции удаленного фрагмента, определенным образом приготовленным, и это позволяет найти вот тот самый хвостик опухолевого прорастания опухоли для того, чтобы провести реэксцезию непосредственно во время операции. Но в теории все это понятно, красиво выглядит, схематично. Что на самом деле? Мы с вами привыкли, что пациенты приносят нам результаты своих гистологических исследований. Это 1, 2, 3 стекла. Ну вот посмотрите, какое количество стекол было приготовлено при операции у одного пациента. Вы видите 4 плашки. Ну здесь, правда, было более 4 этапов последовательной эксцезии, поскольку границы были изначально плохо определяемы. Но вы можете себе оценить, какое количество срезов нужно приготовить во время операции и просмотреть для того, чтобы быть уверенными, что опухоль была удалена полностью. В общем-то возникает соблазн, и на сегодняшний день, к сожалению, мы с этим сталкиваемся, что осуществляют удаление и осуществляют интероперационный гистологический контроль. Вот хочу подчеркнуть, что аллепсовидное удаление и проведение патоморфологического исследования во время операции по методике Брэдлофф также дает возможность посмотреть не более одной поверхности. Если вы посмотрите на левую часть экрана, вы увидите, что срезы, которые делаются толщиной 5-7 микрон, а в одном миллиметре тысяча микрон. И даже если мы идем шагом в один миллиметр, то при образовании, пусть даже там 6-7 миллиметров, есть опасность, что между срезом D и срезом E на левой части схемы останется выросток опухолевой ткани, которую мы не поймаем и при эксцизии не уберем. При технологии эксцизии по методике МОЗ эксцизия проводится под углом 45 градусов, образец определенным образом препарируется, что позволяет его из трехмерной структуры превратить в двухмерную, приготовить достаточно большое количество срезов, увидеть абсолютно 100% поверхности удаленной ткани, и таким образом непосредственно во время операции провести реэксцизию. Иногда таких сессий бывает 2-3, иногда 4. Вот максимально мы делали, это было 8 сессий. Каждая сессия, ну эксцизия это недолго, это 10 минут, а вот приготовление этих срезов, потом морфологический этап занимает от 40 минут до 60. То есть когда это достаточно много приходится делать сессии, это по времени много занимает времени, и такой достаточно трудоемкий процесс. Я, с вашего позволения, не буду останавливаться на рекомендациях СССР, о них предыдущий докладчик Григорий Владимирович достаточно подробно рассказал. Да, мы принимаем во внимание степень риска, когда это низкий риск, у нас есть возможность каких-то альтернативных методов лечения, когда это все-таки высокий риск, то все-таки преимущество должно отдаваться технологии микрографической хирургии. Давайте посмотрим на клинические примеры. Женщина 39-го года рождения в апреле 2019 года обращается с жалобами на наличие новообразования внутреннего угла глаза. Конечно, по такой дерматоскопической картине вы сразу можете сказать, что это все-таки базально-клеточная карцинома. Совершенно верно, это базально-клеточная карцинома. Но я хочу обратить ваше внимание на очажки покраснения на коже правой щеки. И в тот момент это было расценено как проявление актинического кератоза. Ну, вы видите, что было проведено удаление базально-клеточной карциномы в правом углу глаза. Здесь было всего два этапа. Причем вторым этапом удалялось не по периферии, а вглубь опухоль. Был сформирован ротационный лоскут с правого верхнего века. Вот вы видите отдаленный результат. Все зажило, все замечательно. Пациентка обращается в феврале 2020 года. И тот очажок покраснения, который мы видели в апреле 2014-го, он уже дерматоскопически выглядел совсем по-другому. Пришлось брать биопсию. И было показано, что этот очаг, клинически выглядевший ранее как актинический кератоз, трансформировался в плоскоклеточную карциному инситу. И, соответственно, мы пошли, поскольку это зона лица, на удаление. Здесь была проведена микографическая хирургия по методу МОС. Обратите внимание, здесь с первого раза мы отступили около 2 мм. Иссекли образование, посмотрели границы. И с 13 часов до 19 часов в этой зоне было прорастание опухолевой ткани. Потребовался второй этап. Он отмечен красной линией для того, чтобы иссечь дополнительный участок. Ну и ниже на той же щеке вы видите взята еще панч биопсия из другого участка, где был получен ответ, что это актинический кератоз. Объем удаления виден на экране. Таким образом, у пациентки в 2019 году базальная клеточная карцинома внутреннего угла глаза, очаг актинического кератоза на правой щеке. А в 2020 году актинический кератоз уже превратился в болезнь Бавена, в плоскоклеточную карциному инситу. Ну и вы видите, пациентка совсем недавно пришла к нам на осмотр. После проведенных операций практически нет рубцовых изменений. Следующий клинический пример. Пациентка 44-го года рождения в период с 2010 по 2014 год. У нее было множество попыток удаления базальной клеточной карциномы в области носа. Были проведены курсы фотодинамической терапии. И после этих многократных курсов и рецидивов она уехала в Израиль, где ей была проведена микрографическая хирургия по методу МОЗ. Это было в 2014 году. Эмммонная обратилась впервые в апреле 2016 года. И на месте ранее проведенного удаления по методу МОЗ, но рецидивного случая базальной клеточного рака мы заподозрили рецидив. Продолженный рост опухоли, вы видите, он отмечен на правом снимке справа. Когда была проведена эксцизия, вы видите первоначальный дефект совсем небольшой и видите результирующий дефект, который практически в 4 раза больше первоначального дефекта. Зачем я вам рассказываю про этот рецидивирующий случай базальной клеточной карциномы? Коллеги, обратите внимание на лоб пациентки. Это 2016 год. На лбу абсолютно никаких изменений мы не наблюдаем. Проходит какое-то время, пациентка находится под контролем, приходит в соответствии с графиком на осмотры. В марте 2010 года она обращается на очередной осмотр. В области носа мы не видим рецидива, там все зажило, все хорошо. Сохраняются рубцовые изменения, которые эстетически приемлемы. Но мы видим уже небольшой очаг на кожу лба. Обратите внимание, что он один. Размер его небольшой, всего лишь около 4-6 мм. При энцизионной биопсии было подтверждено, что это плоскоклеточный высоко дифференцированный рак. Мы пошли на удаление. Была проведена экстезионная биопсия с интероперационным контролем границ резекции по методу МОС. Понадобился всего лишь один этап. Вы видите небольшой дефект, который получился после одного удаления. Обратите внимание, что больше никаких изменений кожи лба в марте месяце мы с вами не наблюдаем. Но когда она пришла на контроль уже совсем недавно после снятия всех карантинных мероприятий, у нас переносицы кожи носа, мы увидели новый очаг, который размерами 3 мм, дерматоскопически очень подозрительный, взяли новую биопсию и получили базально-клеточный рак. Пациентка сейчас готовится к плановому хирургическому лечению. Но обратите внимание, был выявлен своевременно очаг плоскоклеточной карциномы высоко дифференцированного рака. Проведено своевременное удаление и рубцовые изменения практически незаметны на сегодняшний день. Следующий пример. Мужчина 51 года рождения. Дмитрий Николаевич, время. 12 года. Давайте я очень быстро покажу. Я не думаю, что вы это где-то еще увидите. Увидим. Керата окантома с давностью более 8 месяцев. Проведена микографическая хирургия. Здесь потребовалось также два этапа эксцизии. Вы видите финальный дефект. Он не округлый, а овальный. И вот результат в апреле 2020 года. Практически отсутствуют изменения и удалось убрать за два этапа. Мужчина 50-го года рождения. Плоскоклеточная карцинома нижней губы. Хорошо видно дерматоскопически. Здесь было два этапа удаления. Проведено это было в декабре 2018 года. Этапы заживления. Вид на сегодняшний день. Пациентка с новообразованием в области внутреннего угла правого глаза. Здесь очень длительный анамнез, который сам по себе очень интересен. Она обращалась в очень многие лечебные учреждения. Брались со скобы. Диагнозы варьировали от базально-клеточной карциномы, кератомы, вплоть до меланомы. После того, как она обратилась к нам, сняли корку. Первоначальные границы были определены незначительно. Обратите внимание, здесь потребовалось более четырех этапов эксцизии для того, чтобы убрать полностью зону поражения. В дальнейшем был выполнен ротационный лоскут с правого и верхнего века. И вот вид пациентки на сегодняшний день. Если есть вопросы, готова, буду ответить. Спасибо. Продолжение следует...